Всем привет, ребята! Это новая серия по охоте на лучшем КРМП-проекте, который скачать вы можете по первой ссылочке в описании. После того, как скачали, начинайте играть вместе со мной на 18-м сервере Аква, а также вводите мой промо хэштега Лонса. Промокод, кстати, работает на всех серверах и даёт 4 уникальных приза. А в этом видео я с главным администратором сервера Аквы нашёл бизнесмена, который очень долгое время скамил и накопил имущество в 1 миллиард рублей. Давайте так, если на этом видео вы соберёте 1500 лайков, то с Ваньком я буду снимать ролики очень часто. Да ладно, даже если не соберёте, я всё равно буду снимать с ним видео. Ладно, братва, я думаю, вы поняли, что этот видос заслужил лайка, а мой канал заслужил подписку. Короче, присаживайтесь поудобнее, берите что-то вкусненькое, желаю вам приятного просмотра и приятного аппетита. Для начала займёмся обманом, на который ведутся, я даже не знаю, если честно, почему. Ну вот, представьте ситуацию, вы приехали на БУ покупать себе тачку, и к вам подходит чел и говорит, го, обмен на мою машину. Челик говорит вам, что у него тачка фуловая, хотя на ней он даже не может заехать на БУ. Вы это должны проверить, и скорее всего, это будет именно так. Ну а потом он вас зовёт на низкий класс, вы там обмениваетесь своими машинами, ваша тачка при обмене пропадает, а его нет. И это говорит о том, что вам подкинули стоковую машину. Ну, короче, чтобы не попадаться на такой обман, я вам уже сказал, что делать. Ну, ребята, вы ещё должны учитывать то, что кидалы всегда куда-то торопятся, и всегда они будут вас торопить. Нормальный покупатель или же продавец будет делать нормальную сделку, где будут условия и тайм, и, конечно же, фрапс. Ну, а уже кидала будет вас торопить, чтобы сделать всё максимально быстро, чтобы выйти из игры. Ну и вот, действительно, подкинул стоковый вазик. Придётся разбираться. Когда я зашёл в игру, ребята, присмотрелся к его нику, я понял, что этот чел, это, скорее всего, поклонник Лептоши. И знаете, мне стало как-то обидно, что наши подписчики занимаются обманами. Ну, ладно, это, в принципе, не впервые, поэтому как-то уже, знаете, привычно, но всё равно как-то на душе обидно. Ну, короче, всё равно эту проблему надо решать, поскольку он уже продаёт ту тачку, на которую заскамил. Ну, что же, Данюк и Санюк уже на страже, поэтому телепортируем этого паренька, и мы, в принципе, готовы с ним пообщаться. Только почему-то, когда я его телепортировал, он начал радоваться. Интересненько, интересненько. Чел говорит, что он знает, почему я его ТП. И знаете, ребята, это хорошо, что он не врёт, а говорит правду. Он говорит, что он хочет вернуть имущество. Ему, говорит, от этого станет легче. Хотя, я хз, как от этого может стать легче? Легче станет после того, как ты получишь бан и получишь наказание за свои действия. А, ну теперь я понял, что он имеет в виду. Он хочет вернуть деньги игроку, чтобы игрок остался при своих деньгах и не держал на него обиду. Ты не переживай, родной, я верну за тебя деньги, и никакую обиду он на тебя держать не будет. Обижусь только на тебя я, поскольку ты занимаешься такими делами, ещё и подписан на канал мой и моих друзей. Короче, чел, если реально, то я обиделся. В прошлой серии вы меня захейтили за то, что я выдал бан за попытку нон-РП обмана челику на Ауди А4. И сейчас я вам объясню, почему вы были не правы. На примере этого Фрапса и этого обмана челик просто стоял на своей BMW M5 F90 и ему подкинули обмен на Ламборгини Диабло Гоской 1.2кк. Кажется, что ничего такого, игрок просто подкинул обмен, потому что думал, что другой игрок согласится. Но как бы ценовая политика автомобилей очень сильно отличается. Даже у Ауди А4 и у М5 Е60. Попыткой нон-РП обмана считается тот случай, когда игрок просто подъезжает и подкидывает обмен. И не важно, эта машина дешевле в 3 раза или дороже в раз 10. Вы понимаете, что по факту это попытка нон-РП обмана. Вот, посмотрите, я только включил Фрапс и увидел, что эта Ламба подъехала уже к другой машине и тоже подкинула обмен. И кидал и подобного типа на БУ постоянно, поскольку это очень выгодный обман. Ну, сами понимаете, насколько выгодный. Ну и вот вам не кажется, что поведение Кирюши чем-то схоже с поведением игрока на Ауди А4 из прошлого видоса? Прям как будто они работали по одному алгоритму. Только тот в среднем классе, ну а этот уже работал на рыбку побольше. И в тот момент, когда я его телепортирую, он спрашивает, что случилось? Кирюша, да ты что, вообще не понимаешь, почему я тебя ТП? Парень говорит, он на БУ катается, ребята. Просто катается и даже не подкидывает обмены. Короче, надо с ним как-то аккуратненько. Может быть, он сам нам всё расскажет. Ну, я на это надеюсь. Говорит, короче, тачку продаёт. Ну, это мы с вами уже видели. Ты давай, Кирюша, лучше правду застели. Поскольку, чем дольше ты врёшь, тем хуже ты для себя делаешь. Что, собственно, случилось, расскажите, пожалуйста. Не, родной, ничего рассказывать я тебе не буду, если ты сам не сознаешься. Когда сознаешься, то и, в принципе, рассказывать уже нечего будет. Короче, я ХЗ ни в какую прям не хочет рассказывать правду. Поэтому давайте зададим вопрос ему в тупую. Кирюша, а не подкидывал ли ты обмены на БУ только что, дорогим машинам? Обмены, да, подкидывал. Ничего себе, ничего себе. А почему я только что задавал тебе вопрос, а ты говорил, что не подкидывал? Короче, я сказал, что на дорогие машины, и он сказал, что дорогим машинам он не подкидывал. С таким же ГОСом, говорит, как и у меня. БМВ М5 в 90. Да, БМВ, Кирилл. У БМВ как бы ГОСка там сколько? Мультов 10, а у твоей машины 1 и 2. Он говорит, не врите. Но мы с вами видели точно две попытки, где он подкинул обмен. Короче, дальше ничего интересного не было, он просто пытался отмазаться, поэтому отправляем его на Банановые острова и летим к самому главному. Короче, на днях мне прилетает вот такое видео доказательство от подписчика, где его обманули на Бэтмобиль. Хотя сначала всё было нормально, ему кинули обмен, где ему доплачивают 12 миллионов рублей. Он отказался и сказал, что вообще-то 13. И тут уже ему подкинули обмен, где доплатили 1 миллион 300. Вроде как ничего необычного. Но самое необычное это то, кто его обманул. Сейчас я вам покажу и расскажу. Я думаю, посмотрев это хистори, может взорваться голова, поскольку я вообще даже не понимаю, зачем нужно столько никнеймов. После того, как я увидел это хистори, нужно было пообщаться с главным администратором сервера Аквы. И тут он мне сказал, что этот кидалон с камел достаточно много. А самое главное, что у этого челика балик был 900 миллионов рублей. И если честно, тут даже Саша Пепел в шоке. В момент скама на Бэтмобиль у игрока был бизнес. И это этот ларёк. В принципе, ничего такого крупного, но сам факт, что бизнес имелся, присутствует. Только обидно то, что мы даже с ним не пообщались, поскольку Ванёк принял решение выдать бан навсегда сразу же. Ну всё-таки пару ласковых этот игрок написал мне в телеге. Ну такое на ютубе я показывать не буду и запущу у себя в телеге. Так что переходите по ссылке в описании и чекайте.